Крики дембель в понедельник, цепи петарды во вторник. Так началась эта неделя, странные бунты, после которых заговорили даже о вмешательстве российских спецслужб. Вот у нас есть эксклюзивные кадры, а после их просмотра возникает еще больше вопросов. Дембель! 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 Это бывшие ВВшники. После Майдана их перевели в ряды нацгвардии. Солдаты требуют отпустить их по домам. Такого в истории Украины еще не было, чтобы срочники вышли на митинг, при этом самовольно покинули расположение воинских частей. Мы требуем такую нашу, чтобы у нас просто сильно сильно дембель, потому что как бы мы себя служили, даже переслужили уже. Я 18 месяцев не был дома, не бачил своей маме. Одновременно солдаты митингуют в Харькове, Днепропетровске и еще нескольких городах. В столице успокаивать срочников приезжает лично командующий нацгвардией Степан Полторак, заявляя требования незаконны. Есть законы Украины, там четко вызначен порядок прохождения войсковища. Четко вызначен. И требует его выполнить всем безвижным. Случайность или запланированное совпадение? Утром генерал Полторак представлен президентом на должность министра обороны, а уже после обеда начинаются бунты. Сами срочники признались, выйти на митинги собирались через неделю. Возможно, мотив был действительно дискредитация Полторака, а возможно, мотив был и совсем другой. Разбираться по-мужски приезжают добровольцы, получившие ранения на передовой. Тоже бойцы нацгвардии. С ними у срочников натянуты отношения еще со времен Майдана. Тогда они были по разные стороны баррикад. Бунт срочников погасили только к полуночи понедельника. Как и приехали с мигалками на автобусах, также организованно разъезжаются по казармам. Вся эта история оставляет только привкус недосказанности, кто же на самом деле был организатором волнений на Банковой. Есть масса вопросов чисто правового характера, почему их сопровождали, почему был ли согласован этот митинг, кто, собственно говоря, их собрал на этот митинг. У них есть профсоюз, отдельно профсоюз внутренних войск или профсоюз общемилицейских. Это эксклюзивные кадры. Многочасовая хроника неспокойного вечера возле администрации президента. Люди в капюшонах постоянно скандируют речевки, провоцируют срочников и прячутся от камер. То они представляются родственниками нацгвардейцев, то друзьями. Среди них была и девушка, яркая блондинка Юлия Харламова. Она через соцсеть ВКонтакте вербовала солдат и занималась психологической обработкой. Вы не рабы и все на митинг. Строчки из интернет-переписки. Кто она, выяснил журналист Евгений Спирин. Она, как минимум, служила по контракту в разведке. Об этом есть данные, есть фотографии. Причем уволилась она только, ну, пошла на дембель только в сентябре 2014. То есть, да, конечно. Она в подмосковной части разведки служила. В бунте срочников кремлевский след увидел и президент. К концу недели Петр Порошенко сделал и оргвыводы. В том числе и следы ведут до окремных управлений, спецслужб, соседней страны. Вы что хотите, чтобы я в час войсковых действий демобилизацию оголошил? Чтобы я армию распустил? Чтобы я страну беззахистную залишил? Чи это они хотят? Чи это общество поддерживает? Нет. Цего никогда не будет. Будут демобилизованы все те, кто желает записаться на контрактную службу. О бунте срочников слухи докатились и до фронта. Их надо демобилизировать, на что толку от них никакого. И на пушечные выстрелы не подпускать к службе в правоохранительных органах. Хотелось бы, чтобы эти ребята все-таки перестали бунтовать, митинговать, а приехали сюда к нам. А это уже вторник. Новый день, новый бунт. Правые проводят митинг, требуя от депутатов признать ОУНУПА участницей войны. Акция заканчивается массовыми беспорядками. Идут в ход цепи, ножи и камни. Гремят взрывы, люди в масках и сбивают людей в форме. Милиция не отвечает. В оцепление у парламента поставили в том числе и бойцов нацгвардии. Они должны были сдерживать разгоряченную толпу. Никого не смутило, что еще вчера сами солдаты митинговали и не подчинялись командирам. Поэтому как они могли отреагировать на то, что здесь их начали фактически избивать, совершенно непредсказуемо. На митинге были замечены флаги свободы, братства и правого сектора. Однако все политсилы открестились от участия в беспорядках. В том числе и среди людей, которые могли организовать такие заварушки, могли быть и даже члены правительства, которые понимают, что они скорее всего потеряют свои места. Таким способом они могли бы повлиять на президента и показать, что вот власть у нас еще есть, и поэтому с ними не надо ссориться. 43 человека, самые активные участники столкновений, задержаны. Из них 12 человек арестованы. По 17 составлены админпротоколы о нарушениях. 14 человек отпущены в связи с отсутствием доказательств. СБУ начало свое расследование. Среди людей, устроивших беспорядки, были переодетые сотрудники милиции. Их не много было, а двое таких было. Один колишний. Обидва затриманы. И это самое серьезное, что сейчас в работе находится. Еще одно совпадение. И снова случайное ли? Бунь солдат и драка националистов накануне встречи ведущих мировых лидеров в Милане. Неблагоприятный фонд для Украины во время переговоров Порошенко и Путина. Это конкретно спланированная акция для того, чтобы направленная на подрыв имиджа нашего государства, руководства нашего государства. И срочники, и националисты пришли поблундовать без огнестрельного оружия. Но так ли будет в следующий раз, когда кто-то снова захочет подлить масло в политический огонь? В Украине только официально зарегистрировано 2 миллиона стволов. А неофициально, по оценкам оружейников, на руках в два раза больше. Может случиться, как у классиков. Ружье когда-то выстрелит. И тогда сегодняшние события могут показаться маленьким фрагментом какой-то большой пьесы. Вениамин Трубачев, Иван Нашиндер и Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер.